Зеркало По большому счету отец сыграл роль Видите как отец в жизни Тарковского присутствовал мало Но сыграл в его жизни огромную роль Он сыграл огромную роль и в фильме Зеркало Хотя мы говорим не только о семейно-бытовой трактовке фильма Зеркало Мы говорим о его мистической и политической характеристике На самом деле фильм Зеркало безусловно был вдохновлен Пражской весной Я абсолютно уверен что Тарковский придумывал свой фильм Зеркало Под влиянием Пражской весны и под влиянием просмотра фирмы Бергмана Стыд Бергман смог посвятить свой фильм Стыд Пражской весне И на премьере об этом сказал прямо Тарковский ничего подобного сделать не мог Более того Тарковскому очень долго не давали снимать его фильм Зеркало А после того как Зеркало было снято его очень быстро размонтировали И тот фильм Зеркало который мы сейчас с вами видим это реконструкция Которую совершил, сделал странный человек по фамилии Шахназаров Примерно через 20 лет Такая же судьба постигла например фильм Карла Кахини Уха Почему так много чехов в этой сегодняшней моей речи Так много чехов потому что Пражская весна была событием Которая положила начало краху, начало конца коммунистическому режиму А именно коммунистический режим выступал главным противником Как вообще говоря Тарковского так и всего живого Что совершалось в кинематографе Но наш аспект который заявлен в начале этого фильма Он несколько иной Мы говорим не столько о политике Сколько о иудейской мистике Которая была положена в основу сюжета Осознанно или неосознанно об этом мы поговорим В самом конце этого фильма Ну а пока только факты Что с вами? Вы знаете что-то нехорошо Ой это ведь вы наверное с дороги устали А я сразу как-то не сообразила Вот выпейте пока Согрейтесь Заболталась я совсем Ведь ужин надо готовить Из дома-то небось когда вышли Ох спасибо Да вы не беспокойтесь пожалуйста Ну как же я вас так-то отпущу Да мы ведь поели перед уходом недавно Ой что-то у него кашель какой нехороший Да Да бегает везде дети знаете Нужно обязательно чтобы его Дмитрий Иванович послушал Кстати он сейчас приедет Нет спасибо мы не сможем подождать Нам ведь два с лишним часа идти А как же Сережки Деньги то у мужа Смотрите как мальчик то устал А мы сейчас петушка зарежем Только у меня к вам просьба маленькая Сам это я на четвертом месяце Тошнит меня все время Даже когда корову даю Подступает прямо А уж петуха сейчас Сами понимаете Вы бы не смогли Вы знаете я сама Что тоже Нет не в этом смысле Просто Мне не приходилось никогда А так это пар пустяков В Москве-то ведь небось убитых ели А я вот это все делаю здесь На бревнышке Вот топор Дмитрий Иванович утром наточил Это что прямо в комнате? А мы тазик подставим А завтра утром Я вам с собой курочку дам Вы не думайте Это как презент Вы знаете я не смогу Вот что значит наши женские слабости Может тогда Алюшу попросим Мужчина все таки Ну зачем же Алюшу Тогда держите Держите Крепче держите А то вырвется Всю посуду переверет Ну-ка Ой Что-то мне все-таки Ну Когда мы говорим о фильме Андрея Тарковского «Зеркало» То мы должны отдавать себе отчет в том, что об этом фильме сказано очень много Возможно этот фильм является одним из самых значимых и самых интересных в истории не только творчества самого Тарковского, но и в истории мирового кино вообще Поэтому все, что мы об этом можем сказать было сказано до нас Кроме вот этого аспекта, который мы выбрали Аспект этот называется «Иудейская мифология», «Иудейская мистика» в фильме Андрея Арсеньевича Тарковского «Зеркало» Казалось бы, неожиданный подход дает нам возможность немножко расслабиться, но это не так Наши оценки влияния мистики иудаизма на творчество Тарковского вообще и на его фильм «Зеркало» А этот фильм стал краеугольным камнем в его творчестве Должны быть очень осторожными, потому что критиков у нас будет огромное количество Первое и самое яркое, что бросается в глаза при первом же просмотре фильма Это сцена, где героиня Маргариты Тереховой, которая исполняет роль матери, скажем честно, самого Тарковского, главного героя Рубит петуха Почему она рубит петуха и не курицу, и почему это сопровождается не просто выбросом адреналина, не просто разбрызгиванием крови Но и дает некое ощущение искупления для не только и не столько героини, сколько ее малолетнего сына Нетрудно догадаться, что эта сцена очень похожа на сцену иудейского обряда, который совершается накануне Йом-Кипура и который называется Копород Понятно, что курицу над головой мальчика никто не окруждил, но до этого практически дошло И далее следующая сцена, это сцена, когда героиня парит в воздухе над кроватью и общается со своим мужем, который оставил ее ребенка Ничего Успокойся, ничего Все будет хорошо Жалко, что вижу я тебя только, когда мне уж очень плохо бывает Ты меня слышишь? Да Вот я и взлетела Что с тобой, Маруся? Тебе плохо? Не удивляйся Это так понятно Я люблю тебя А вы что, уходите? Поздно Ну, а Сережки? Сейчас Дмитрий Иванович приедет из города, деньги-то у него Нет, нет, мы передумали, извините, ради бога 15 ферз до города-то Куда же вы на ночь-то глядя? Ничего, ничего, вы не беспокойтесь, пожалуйста У человека тело одно как одиночка Душе осточертела сплошная оболочка С ушами и глазами, величиной в пятак И кожей шрам на шраме, надетой на костяк Летит сквозь роговицу в небесную креницу На ледяную спицу, на птичью колесницу И слышит сквозь решетку живой тюрьмы своей Лесов и нив трещотку, трубу семи морей Душе грешно без тела, как телу без сорочки Ни помысла, ни дела, ни замысла, ни строчки Загадка без разгадки Кто возвратится вспять, сплясав на той площадке Где некому плясать? И снится мне другая душа в другой одежде Горит, перебегая от робости к надежде Огнем, как спирт без тени, уходит по земле На память гроздь сирени, оставив на столе Дитя, беги, не сетуй над эвредикой бедной И палочкой по свету гони свой обруч медный Пока хоть в четверть слуха В ответ на каждый шаг И весело, и сухо земля шумит в ушах На самом деле, для любого человека, знакомого с иудейской традицией Совершенно очевидно, что это показ обрядок и пород При этом Тарковский делает это таким образом, что кажется неосознанно Его поведение в области показа этого обряда Например, примерно за полчаса до этого Героиня говорит о каком-то пророке, который водил какой-то народ по пустыне При этом она искренне не знает, что речь идет о пророке Моисея Об этом ей с большим опозданием сообщает ее муж По сути дела, два этих момента, они являются ключом к пониманию того, что происходит на сцене Они являются неким основным центром тяжести И позволяют по-новому посмотреть на фильм «Зеркало» Не так, как это делают обычные стандартные критики Что мы все-таки делаем, ничего не понимаем Как что? Замуж выходить А ты не помнишь, кому это куст горящий явился? Ну, ангел в виде куста Не знаю, не помню Во всяком случае, не Игнату Может, его в Суворовское училище отдать? А, Моисея Ангел в виде горящего куста явился пророку Моисея Он еще там народ свой вывел через море Почему он мне ничего такого никогда не являлся? Говоря о мистике иудаизма в произведениях Тарковского Всегда можно натолкнуться на очень весомые аргументы Всем известно, что Тарковский был глубоковерующим христианином Мы можем видеть это по его кадрам в фильме «Андрей Рублев» Мы можем это видеть из его собственных интервью И вообще говоря, по свидетельствам очевидцев Он не расставался со своим крестиком И когда к нему прилетали птицы Он тоже думал о Христе Фамилия Тарковский Она, в общем, ничего такого о нем не говорит Тем более, что его мама не имеет никакого отношения к иудейской традиции Тем не менее, я думаю, что кадры из фильма, который мы продемонстрировали Наглядно свидетельствуют о том, что для Тарковского Иудаизм не был пустым словом Тарковский, безусловно, был знаком с теми обрядами Которые он так или иначе воспроизводил в своем кино Может быть, это зов крови Может быть, это то, что появилось у него совершенно случайно Как совершенно случайно оно появилось у людей Которые общались с Творцом напрямую Фильмы Тарковского так прекрасны Еще и потому, что в них есть вот это то самое важное И главное, что составляет сущность иудаизма Тарковский общается с Богом напрямую, минуя посредников По большому счету, зеркало Это то, что дает человеку возможность взглянуть на себя И увидеть себя в этом зеркале Кто такой человек? Человек это то, что создано по образу и подобию Творца Человек Творцу не равен В чем состоит образ и подобие, которые дан человеку? Какое налагает на человека ответственность этот образ и подобие? Отвечал на этот вопрос Тарковский всей своей жизнью По большому счету, человек рожден для того, чтобы быть свободным Свобода стоила Тарковскому очень дорого Свобода обошлась Тарковскому в цену, которая называется Родина Так или иначе, мы все платим какую-то цену за свою свободу На этой ноте я хотел бы закончить свой рассказ Который не претендует на полноту и глубину Который не является чем-то нужным, важным Для воспитания подрастающего поколения или еще для чего-то Это просто мое глубоко личное впечатление Большое вам спасибо!